Воскресенье Сегодня мы молитвенно отмечаем Третье воскресенье после Пасхи Это совершенно замечательный день Когда мы вспоминаем тех женщин Которые так верно служили Христу Не только в последние дни Его земной жизни Но продолжение всей Его общественного служения Оно продолжалось 3,5 года, как нам известно По Евангелию Я не хочу забыть имена тех жен мироносец Так что я использую маленькую шпрогалку Чтобы хотя бы некоторые из них упомянуть И некоторые особенные моменты из жизни отметить Потому что они действительно этого заслуживают Говоря о женах мироносицев Мы, конечно, невольно Вспоминаем чрезвычайно важное для Церкви Женское служение Церкви Потому что эти женщины О которых я сейчас упомяну И многих, которые просто историю не сохранила их имена На них фактически построен Сооружен был фундамент Церкви Но об этом чуть позже Конечно, первую Которую следует упомянуть Это Мария Магдалина Которая, наверное, была самой ревностной служительницей Христа Она Вопреки Общераспространенным басням Не была проституткой Как некоторые почему-то считают Если покаявшись Она была Бесноватой И в Евангелии говорится Что Христос из нее изгнал семь бесов И в благодарность за это исцеление Она бросила все И служила Христу До такой степени Что стала даже равноапостольной И ей Христос после Божьей Матери первый Явился сам Воскресший Христос И она затем Распространила эту вещь Среди его апостолов И других последователей Затем Мария Иосиева Мать Иакова И Иосии Она Следовала за Христом До самого гроба Сын этой Марии Иаков Алфеев Был одним из двенадцати апостолов Соломия Другая жена Мироносица Была матерью сынов Завидеевых Апостолов Иоанна Евангелиста Иоанна Богослова И Иакова Первого Иерусалимского Епископа Кроме того Другая замечательная Жена Мироносица Которая упоминает Апостол Лука Это Иоанна Жена Хузы А Хуза Был домоправитель Царя Ирода Антипы То есть Это был высокий человек Он управлял экономикой Хозяйством Дворца Так что Как мы видим Уже среди Последователей Христа Были люди Довольно Высокопоставлены И она Наверное Была С деньгами Потому что Апостол говорит Что она Помогала Христу А как это Сказано Сейчас не помню Точно Но она помогала Христу Из своего Достояния То есть Пользовалась Деньгами Своего Мужа То есть Косвенным образом Ирод Злодей В каком-то смысле Финансировал Служение Христа Если хотите Об этом мы мало Задумываемся Он конечно Этого не знал И был бы Весьма Зол Если бы Об этом узнал И конечно бы Бедная Иоанна Кончила бы Плохо Как ее муж Хуза Есть кстати Интересное Мнение Некоторых Святых Отцов Церкви Что Хуза Муж Иоанны Был тот Самый Царедворец Который Пришел К Христу И просил Истеления Для его Сына Христос Истелил Его И сказано В Писании Что Уверовал Хуза Уверовал Весь дом Царедворца И вся его Семья Мы также Знаем Что Иоанна Вот эта Самая Жена Мироносица О которой Я сейчас Рассказываю Из-за Из-за того Что она Была При дворе Ирода Царя Она Знала Где Была Брошена Усеченная Голова Иоанна Крестителя Ведь Она Иродиада Там Жила В этом Дворце И знала Что она Бросила В одно Определенное Место Для Нечистот И Тайна Указала Ученикам Иоанна Крестителя И они Взяли И похоронили Его главу На горе Илеонской Если вы Паломники На святой Земле Помните Рядом С храмом Собором Вознесения Господня В нашем Женском Монастыре Маленькая Часовня С левой Стороны Вот там Место Первого Обретения Главы Иоанна Крестителя Ну и конечно Были другие Соломия Сусанна Жены Мироносицы И вот Когда Ангел Явился Марии Магдалине Сказал Он воскрес Эти два Слова Были Достаточно Чтобы перевернуть Весь мир Эти два Слова Были Сказаны Женщине Верной Служительнице Христа И вот Благодаря Ей Благодаря Трудам Других Женщин Конечно Апостолов Естественно Вера Христова Распространилась По всему Миру Дай бог Женщину 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 А там Пусть прославляет Другой праздник Женскую Внешнюю Красоту А вот Этот праздник Мы отмечаем Глухов Духовную Глубокую Духовную Красоту Христианки И мы знаем Что на протяжении Веков Если бы не Женщина Мы не знаем Какова была бы Судьба Церкви Женщина Вдохновительница Дорогие Братья и сестры Добрая Христианка Вдохновляет Своего Мужа Добрая Христианка Вдохновляет Священнослужители На добрые дела Добрая Христианка Защищает Церковь От гонений Как это было В древности Как это и было В безбожные Годы Нашей Многострадальной Родины Вообще Немыслимо Что было бы С половиной Наших Прихожан Которые были Может быть Крещены На старшее поколение Акушерками Бабушками И другими Верующими Женщинами Откуда Взялись Эти древние Иконы Которые Сейчас Поставлены В этих Дивных Новых Храмах Восстановленных В России Где-то Они скрывались А скрывались Они наверное Где-то В подвалах У бабушек Под матрасами Где-то Скрывались Скрывались Этими Добрыми Женщинами Которые Продолжали Жить Верой Христовой В катакомбах Катакомбах Настоящих Катакомбах Катакомбах Особенно наших Женщин Их примером Служить Церкви Христовой Апостол Называет Женщин Немощнейшим Сосудом Но Писание Говорит Что сила Божия В немощах Совершается Так что Дорогие Женщины Если вы Чувствуете Себя Немощнейшим Сосудом Бодритесь Ибо Сила Божия Совершается В вас Служите Церкви Ведь Церковь Это Тело Христово По определению Апостола Павла И Каждое Доброе Дело Вот Если Возьмете Свечку С подсвечника Почистите Подсвечник Или Какой-нибудь Грязный Угол В храме Серафим Старовский Говорил Что Нет Большей Чести Чем Почистить Угол Церкви Помните Что служат Церкви Делая добрые дела Навещая больных Вы Уподобляетесь Женам Мироносецам Они Заботились О его Земных Нуждах Они Заботились О его Погребении Они Заботились О распространении Веры Воскресшего Господа Будем Подражать Им Дорогие Братья и Сестры Будем Уподобляться Женам Мироносецам Аминь Христос Воскресе Слава Тебе Христе Боже Любование Наше Слава Тебе Слава Тебе Всех Христе